Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Танас Березовец. Сегодня у нас 24 января 2023 года. Сегодняшний вечер принес сразу несколько важных и позитивных новостей, о которых поговорим далее. Безусловно, особняком стоит новость, которую опубликовала ближе к вечеру немецкое влиятельное издание Der Spiegel. Немецкое издание утверждает о том, что в администрации федерального канцлера Олафа Шольца наконец приняли долгожданное решение о предоставлении в Украине тяжелых танков Leopard 2. И следом, сразу посыпалась лавина позитивных новостей, несколько правительств стран НАТО заявили о том, что они также передадут Украине тяжелые танки, как Leopard 2. И еще более прекрасная новость, о которой пишет сегодня издание Washington Post, о том, что администрация Байдена в ближайшее время также примет решение о выделении в Украине тяжелых танков Абрамс. Речь идет как минимум о 30 единицах. Кроме того, о готовности передать Украине Leopard 2 заявили правительства Норвегии и Нидерландов. А Швейцария, которая долгое время затягивала и откладывала решение о возможности предоставить вооруженным силам Украины оружие швейцарского производства, также заявила, что приняла соответствующее позитивное решение. Также сегодня стало известно о том, что главком ЗСУ Валерий Залужный получил от одного из своих американских поклонников наследство миллион долларов, которое тут же пожертвовал украинской армией. А союзники посоветовали Украине переключиться с Бахмута на юг. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Также издание Foreign Affairs сегодня опубликовало три сценария, согласно которых Россия должна потерпеть поражение. Отличаются только детали. Итак, начнем с самой горячей в прямом переносном смысле новости, которую опубликовал немецкий журнал Der Spiegel. Утверждает о том, что Олаф Шольц завтра объявит официальное решение о предоставлении Украине как минимум одной роты танков Leopard. Согласно НАТОвских стандартов, рота танков это 14 единиц. Leopard 2, а 6 должны поступить со складов Бундесвера и в среднедолгосрочной перспективе также будут подготовлены дополнительные партии танков и запасов, которыми обладает немецкое министерство обороны. Американское издание Politica заявило о том, что официальное объявление Федеральное правительство Шольца сделает в среду-завтра во время выступления в Бундесвере, которое запланировано на 14.00 по киевскому времени. Также будет объявлено о том, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 другим союзникам НАТО. По заявлению журнала Der Spiegel, решение Федерального правительства Шольца является следствием многомесячных интенсивных переговоров с администрацией Белого дома. Длительное время Олаф Шольц избегал принятия окончательного решения и, наконец, сегодня оно принято. Известно также, что на вооружении Бундесвера стоит 320 танков Leopard 2. Они находятся в разном состоянии. Какое количество в конечном итоге может быть официально передано Киеву, неизвестно. Также Германия получила запрос от правительства Республики Польша о реэкспорте неназванного количества танков Leopard 2. Сообщается о том, что немецкое правительство обещает отреагировать на соответствующую заявку польского правительства в самые ближайшие сроки. Также о готовности передать Украине танки Leopard 2 заявили ряд европейских связников НАТО. В частности, правительство Нидерландов заявило о том, что собираются выкупить 18 танков Leopard 2 у Бундесвера, которые будут переданы Украине в качестве нидерландского взноса. Об этом сообщает премьер-министр Нидерландов Марк Рюта в интервью Frankfurt Allgemeine Zeitung. Он заявил о том, что пока танки были взяты в аренду с возможностью их дальнейшего выкупа, и это означает, что они могут быть бесплатно переданы Украине. Также о готовности передачи танков Leopard 2 заявили сегодня в правительстве Норвегии. В частности, это заявление также дополняет, речь идет о 8 танках, как минимум, также дополняет предыдущее заявление, сделаем другими союзниками. Ну, а еще одна важная новость поступила из Вашингтона. Об этом сообщает издание Washington Post, также телеканал CNN. В частности, речь идет о том, что американское правительство, об этом сообщает CNN со ссылкой сразу на несколько источников, американское правительство после итогов визита двухпартийной группы сенаторов США, которые вернулись из Украины и призвали администрацию Бадена направить танки в Киев, приняло окончательное решение, и соответствующее объявление о передаче Украине Абрамсов будет сделано на этой неделе. При этом CNN ссылается на сразу три источника. Издание Wall Street Journal в свою очередь сообщает о том, что Байден склоняется к передаче значительного количества, неназываемого, танков Абрамс М1. Это является частью дипломатической договоренности с Германией. То есть, синхронное выделение правительствами Германии и США является результатом прямых договоренностей Байдена и Олафа Шольца. Основное вооружение танка М1А1 Абрамс – это 120-мм гладкоствольное орудие М256, которое производится немецким концерном Rheinmetall Waffe Munition GmbH. Это одна из самых эффективных пушек, стоящих на вооружении тяжелых натовских танков. Также известно о том, что американцы собираются поставить свои танки Абрамс тем союзникам НАТО, европейским, которые будут выделять немецкие танки «Леопарды» в Украине. В любом случае, все эти новости сегодняшние подоспели как нельзя вовремя. На фоне попыток российских вооруженных сил начать несколько наступлений, в частности, известно о провалившемся наступлении российской армии в Запорожской области, которые предприняли две попытки наступления в направлении города Орехов, которые были отбиты ЗСУ со значительными потерями для российских оккупантов. Сообщается о том, что военные госпиталя и гражданские госпиталя в оккупированном Мелитополе забиты раненными российскими солдатами. Соответствующее наступление российская оккупационная армия предпринимала ранее на этой неделе, а пропагандисты даже успели уже заявить о том, что в ходе этих наступлений якобы были отбиты несколько населенных пунктов. Тем не менее, информация международных СМИ говорит о том, что все эти заявления являются фальшью. Российская армия получила очередное серьезное поражение. Очевидно, это была попытка разведки боем на данном направлении. Противник пытался убедиться в прочности украинской обороны. Тем не менее, это не исключает повторных попыток наступления на Запорожском направлении. То есть, противник прощупывает украинскую оборону на этом направлении. О чем я, кстати, неоднократно ранее говорил в своих блогах. Также американский телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил о том, что в Белом доме призывают Украины переключить внимание с борьбы за донецкий город Бахмут на потенциальное наступление на юге. Американские и западные официальные лица, сообщают CNN, призвали Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в Бахмуте на потенциальное наступление на юге. Также сообщается, что это жестокий и изнурительный бой представитель высокопославной западной разведки. Каждая страна ежедневно обменивается низкими тысячами артиллерийских выстрелов. Место, где союзники предлагают наступать украинской армии, не раскрывается. Тем не менее, это может быть частью информационной кампании, подготовки, как реальной, так и дезинформационной. Мы не знаем этого на сегодняшний момент. Как мы понимаем, украинская армия готовит серию наступлений. Где они произойдут, в какие сроки, на каких направлениях, естественно, мы узнаем уже в тот момент, когда все это случится. А тем временем, влиятельнейшее американское издание New York Times сообщило о том, что главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный получил наследство в Соединенных Штатах Америки в 1 миллион долларов и уже успел его поджертвовать в фонд украинской армии. Получил наследство от американца украинского происхождения, зовут его Григорий Степанец. И эту информацию уже подтвердила семья Степанцов. Соответствующую сумму, миллион долларов, главком ЗСУ Залужный поджертвовал в январе. То есть, это произошло буквально на днях. Эту информацию также подтвердили пресс-службе вооруженных сил Украины. А также влиятельнейшее издание Foreign Affairs сегодня напечатало статью, которая называется «Последний бой Путина. Путин's last stand», в котором рассматривает три основных сценария, чем может завершиться нынешняя война России против Украины. Как пишет издание Foreign Affairs, первый из этих и наименее вероятных сценарий заключается в том, что Россия в конце концов будет вынуждена согласиться на собственное поражение, согласившись на урегулирование путем переговоров на условиях Украины. Тем не менее, при этом сценарий не исключается попытка сохранить контроль над Крымом и потребовать заключения мира, чтобы сохранить лицо внутри страны на кремлевских условиях. Второй сценарий поражения России, пишут издание Foreign Affairs, предполагает провал Кремля на фоне эскалации. В худшем случае Россия может сделать выбор в пользу ядерного удара, заявляют журналисты. Война приведет к прямой конфронтации между НАТО и Россией, а Россия превратится в государство изгой. Пересечение ядерного порога, скорее всего, приведет к вмешательству НАТО в войну на стороне Украины с применением обычных вооружений, что ускорит поражение России на земле. И, наконец, третий сценарий окончания войны предполагает внутренний крах кремлевского режима, и решающие бои будут происходить не в Украине, а в залах Кремля или на улицах Москвы, как пишет Foreign Affairs. Русские будут продолжать маршировать за своим неумелым царем только до определенного момента. Хотя Путин принес россиянам политическую стабильность, его граждане могут отвернуться от него, если война приведет ко всеобщим лишениям. Поражение России будет приветствоваться, однако Соединенным Штатам и Европе следует подготовиться к региональным и глобальным беспорядкам. При вращении России фейл стоит несостоявшееся государство, которое будет раздирать внутренняя война, приведет нас к ключевому вопросу, кто получит контроль над российским ядерным арсеналом, заключают журналисты издания Foreign Affairs. Как мы видим, все пока движется по одному из самых благоприятных для Украины сценариев. Встреча в Рамштане, которая тщательно анализировала западными СМИ аналитиками, которая не привела к положительному решению выделения тяжелой техники, тем не менее, мы видим, что привело к позитивному результату после многомесячного давления федеральное правительство Олафа Шольца. Очевидно, здесь решающую роль сыграла решимость администрации президента Байдена. Как известно, Олаф Шольц длительное время отказывался передавать леопарды, заявляя о том, что сначала должны будут принять соответствующие решения американцы. Байден, в свою очередь, хотел, чтобы первыми было принято решение по передаче леопардов, но, как видим, было найдено компромиссное решение, которое в конечном итоге устроило всех, и американцев, и немцев. Ну а после формального добра со стороны Олафа Шольца, теперь соответствующее позитивное решение приняли и продолжат принимать другие правительства. О каком количестве танков совокупно может идти речь? Ну, речь идет о том, что мы уже знаем, анонсировано как минимум свыше сотни танков. Украинские вооруженные силы нуждаются как минимум в трехсотнях из них. Но если речь пойдет о выделении танков леопард, напомню, на вооружении европейских союзников НАТО всего их стоит больше двух тысяч. Это самый массовый танк. Челленджеров, напомню, в Британии находится всего лишь 224. И тем не менее, они также согласились передать роту танков. Речь идет о 14 из них. Поэтому цифра в 300 танков потенциально не выглядит недосягаемой. То есть, с учетом того, что будут передаваться уже исправные танки, а украинские экипажи уже готовятся ими пользоваться на территории восточных союзников НАТО, это означает, что эти танки могут оказаться в Украине и попасть в зону боевых действий уже в течение ближайших четырех недель. Что, безусловно, не может нас не радовать, учитывая подготовку противникам, весьма вероятную, скажу, подготовку противникам. Наступление сразу на нескольких направлениях. Обращаю внимание на то, что решение о выделении танков произошло сразу после многочисленных отставок, которые сегодня произошли в администрации, хотел сказать, в офисе президента. Речь идет, в частности, о Кирилле Тимошенко, замгенпрокурора Симоненко и ряде других чиновников. Также был сегодня судом отправлен под арест исполняющий обязанности министра территорий Лозинский, которого подозревают получение взятки 400 тысяч долларов. Ранее было известно о том, что с визитом в Украине побывал глава Центрального взятого управления Уильям Бернс. Связаны ли эти визиты и отставки, и, наконец, выделение в Украине танков? Вопрос дискуссионный, но, очевидно, совпадение того, что были проведены кадровые очистки по чиновникам, которые вызывали достаточно большое количество вопросов, не только в Украине, но и у западных союзников. То есть, в данном случае совпадение может оказаться совершенно не случайным. Кто-то уже успел заявить отставки в уме на танки. Я, так, делая такого вывода, безусловно, поспешно не буду. Но тенденция, будем говорить так, очевидная. Внутренние реформы и в обмене это получение новых образцов вооружений современной, которым нуждается украинская армия, что можно в данном случае только приветствовать. Вот такие у нас на сегодняшний день суперпозитивные новости, друзья. Спасибо за просмотр. Слава ЗСУ, теперь уже слава главкому залужному, который поджертвовал миллион долларов украинской армии. Поступок, достойный всяческого уважения и респекта. Слава Украине, друзья. Подписывайтесь на мои аккаунты в соцсетях. Линки, на которые найдете под этим видео. На мой Facebook, на мой Telegram, Instagram и другие ресурсы. Все самые оперативные новости я выкладываю, в первую очередь, на своем Telegram-канале. С вами был Тарас Березовец, друзья. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.